Всем привет! Перед вами Вася Черепашкин. Это продолжение первого урока из серии занятий по удаленным функциям и про FE, так называемые, Filter Enabled, как писать нам скрипты в современном Роблоксе, как делать так, чтобы читеры не могли менять данные в ваших играх. Ну вот на примере нашего Васи мы продолжим рассмотрение. Плюс из этого урока, наверное, будут полезны некоторые приемы. Но об этом по ходу дела. Итак, мы видим некий электронный дневник, как я не люблю это название, нашего Васи. Очень простая кнопочка и оценка должна попасть в дневник. Нажали, вот Васи у нас с двойкой. Так, сейчас не имея никаких скриптов, просто находясь, вот сейчас видите, вкладка тест. Значит, мы здесь видим в эксплорере, в проводнике нашем, все глазами клиента игрового. Вот все игроки, которые подключаются к какой-то игре, Роблокс, они, в принципе, имеют доступ вот к этим папкам. Только эти папки видны лишь в Роблокс Студио. И некоторые нехорошие дети, и не только дети, они используют всякие нехорошие программы, чтобы смотреть вот эту вот папку и что-то менять. Но если у Вас хорошо написана правильная игра, то никакие эти ухищрения нехороших людей не помогут испортить и украсть у Вас деньги, испортить игру другим игрокам и так далее. Так, ну про это я рассказал, про примеры в первой части. Так вот у нас Вася пытается исправить, Вася Черепашкин пытается исправить свой двояк, чтобы родители не успели его увидеть. Итак, мы находимся в Эксплоре. Давайте вручную ищем парт, дневник. Окей, нас интересует добавленная IntValue. Видите, IntValue. И в нем лежит двойка уже. Давайте я меняю двойку на четверку, например. Так, ушли отсюда, пришли. Так, четверка осталась. Все классно, но почему-то двойка не заменилась на четверку. Так что давайте посмотрим теперь не глазами клиента, а глазами сервера, как будто другие игроки сейчас зашли и смотрят. Так, они видят этого Васю, но Вася нас не интересует, нас интересует Васин дневник. Так, мы уже видим заранее, что здесь двойка. Давайте открываем Explorer на сервере и смотрим. Находим тот же дневник на сервере и смотрим, что в нем. В нем двойка. А давайте мы со стороны сервера попробуем изменить. Изменится ли оценка? Ну давайте троечку ему натянем хотя бы. Все сразу же поменялось. Так, если мы перейдем сейчас на нашего игрока, вот мы тоже видим тройку. Итак, ладно, Вася не сдается. Вася хочет сделать простой локальный скрипт с кнопочками. Так, ну давайте тут у нас где-то так я остановил. Где у нас стартер GUI? Окей. Вот скрин GUI. Я уже подготовил, чтобы не тратить время. Решаем. Во. У нашего юного хакера, Майнкрафтщика Черепашкина, готова такая панелька хитрая. Подделать оценку. Здесь вводим какую-нибудь оценку. Например, давайте пятерка. А, ну что пятерка, надо же запустить игру. Ну, и сейчас запущу, попробуем и посмотрим, какой скрипт написал Вася Черепашкин, чтобы подделать свою оценку на сервере. Так, ну еще раз кликаю. Вот двойка к нему пришла. Окей. Мы не... Мы... Эта кнопка находится на сервере. Скрипт очень простой. Мы тоже его, конечно, можем посмотреть. Этот place из этого урока вы сможете загрузить прямо сегодня же по ссылке в описании видео. Так. Ну давайте пробуем двойку заменить. На четверку. Четыре. Подделать оценку. Так, я что-то кликнул. Давайте посмотрим. Мы сейчас видим, опять вот если тест включим, мы видим глазами клиента, глазами игрока. Давайте найдем наш дневник. Посмотрим value. Четверка. Мы четверку послали. Четверка туда пришла с помощью нашего скрипта. А сервер все еще показывает двойку. Ну вот как раз работает этот фильтр. Давайте теперь посмотрим, какой скрипт Вася написал. Скрипт очень простой. Так. Ну понятно. Получили parent. Так, screen.gui. Здесь у нас frame. Кнопка, по которой нажимаем. Textbox. В которой вводим оценку. Ну какая-то картиночка. И надпись, что это Вася наш. Вот эта надпись. Вася Черепашкин. Image. Это вот картинка. Мордочка. Нуба Черепашкина. Textbox. Это такое поле специальное, в котором можно вводить текст или числа какие-нибудь. Так. Ну и кнопка. Вот кнопка button. Вот и все. Никаких здесь скриптов нет. Скрипт у нас вот здесь еще раз смотрим. Итак, к кнопке она у нас находится относительно скрипта. Внутри фрейма. Frame.button. Вот она. MouseButtonOneClick. Это значит на клик левой мышкой присоединяем функцию. Вот эта функция. Она безымянная здесь. С этим мы сталкивались в других уроках. Итак, мы теперь в объект. Дневник, который находится у нас на GameWorks.pace дневник. Value.value. Почему Value.value? Ну, потому что по умолчанию, когда мы добавляем int value, он такое название оставляет. Можно переименовать было. Например, оценка. Тогда бы вот здесь тоже было имя такое. Оценка. Понятно, да? Ну и здесь тогда она должна быть. Ладно, возвращаю. Как было. Окей. А это что такое? А это мы берем текст. Из вот этой вот... Из текстбокса. Текстбокс. Тоже ссылка к нему идет, как к нашей кнопке. Через фрейм. Внутри фрейма рамочки лежит. И вот текстбокс. Окей. Простейший скрипт. И мы видели, что здесь ввели четверку, кликнули. И четверка занеслась. Но сервер... Сервер не показал ее. Потому что это... Мы видели набор наших объектов. Локально. Он на вашем компьютере лежит. Что бы вы там ни делали, сервер не пошевелится. Ну, на самом деле, сервер умеет кое-что реплицировать. Даже при включенной фильтре. Но там что-то с анимациями и так далее. Это не касается вот таких значений. Итак. А как же теперь учителя будут ставить оценки? Так. Ну, давайте до учителей все-таки любопытно посмотреть, как же вот здесь меняется это число. Давайте посмотрим дневник. И вот скрипт на сервере у нас находит. Так. Если кликнули на кнопку, то занесем двойку. Очень похоже на то, что Вася делал. Но здесь мы, видите, ссылаемся на кнопку, которая находится вот здесь в Surface UI. Button тоже называется. И тоже левый клик мышки. Почему же здесь значение занеслось? Кстати, видите, я здесь двойку написал сразу. Не вот так сделал, как в Васином. Чтобы из текстбокса. Вот у нас текстбокс. А дело в том, что мы не можем в этом текстбоксе ничего ввести. Просто так. Он от клиентов заблокирован. И это не тема нашего урока. Просто заносим по нажатию кнопки, заносим двойку. И это все работает. Двоечка. Так. А вот это что такое? А это уже скрипт имеет... Так. Этот скрипт уже имеет отношение вот к этому лейблу. Текст лейбл. Я подключаю... Подключаю функцию. Функцию. Функция у нас безымянная. На событие changed. На value. Вот видите, value. Когда в дневнике этот value кто-то меняет, туда приходит новое число. То мы это число, которое в value пришло, мы его заносим вот в этот текст лейбл. Текст лейбл сюда заносим. Окей. Тоже все просто. Если что, скачали, посмотрели. Окей. Ну мы в Asinscript мы его еще будем исправлять. Давайте посмотрим. Давайте теперь попробуем. У нас уже включена фильтрация. Что же теперь делать? Нам нужно как-то сделать еще один графический интерфейс. Давайте я его включу. Он у меня в принципе есть. Уже тоже заготовленный. Вот он. Так. Для учителя. Почему его видит игрок? Тоже. Но это нам для теста. На самом деле можно сделать, чтобы по ID игрока видели только учителя. Но суть-то в чем? Я думаю, что этот скрипт нашего учителя Вася все равно может посмотреть. Он возможно его не сможет запустить сам, потому что он будет спрятан. Но на самом деле он его и показать сможет. Ну давайте посмотрим сначала как работает. Работает ли наш. Так, так, так. А, ну связи никакой нет. Давайте связь сразу делать. У нас же занятие идет про удаленные функции. Разместим такую штуку, как ремонт. Function. Remote Function. Удаленную функцию в Replicated Storage. Почему в Replicated Storage? Потому что вот он-то реплицируется. Он точно повторяется. Стоит вам чего-нибудь занести сюда, в Replicated Storage, со стороны клиента. Это появится в Replicated Storage на сервере. Ну тоже там есть некие нюансы. В любом случае, в Replicated Storage у меня лежит... Ну кстати, можно и на Workspace было тоже поместить. Делаем так. Мне вот так больше нравится. Я назвал Remote Function. Точнее, название по умолчанию. Давайте его пока так и оставим. Но помните, у вас же не только будет исправление двоек там, или занесение оценок в вашей игре. У вас этих функций, например, одна функция. Продай вещь. Другая функция. Заведи пета. Третья функция. Например, примерить какой-нибудь наряд. Это вот будет очень много Remote Functions. И у всех я советую давать им разные имена. Иначе вы запутаетесь. Во-первых, с одним именем их здесь в любом случае нельзя хранить. Можно в какие-то папки складывать там и так далее. Так, пусть остается Remote Function. Мы теперь должны... Так, мы должны на сервере... Так, давайте на сервере. Где тут серверные скрипты? Помните, где создавать? Вот у нас есть Server Script Service. Заготовка уже сделана. Сейчас скомментируем. Очень простой скрипт. Что же он делает? Мы должны в переменную получить ссылку на нашу удаленную функцию, которую я создал вот здесь. Репликатый сторож. Но тоже все это стандартно. Я не объясняю WaitForChift. Remote Function. Потому что имя у нее такое. Remote Function. Если бы здесь было Remote Function 33, вот здесь Remote Function 33, то и здесь бы 33 было. Такс. В RemFunc у нас теперь эта функция есть. И тут начинаются отличия. Обычно, помните, мы когда пишем запуск какой-нибудь функции по событию, мы пишем не через точку, вот как здесь и присвоить, а через двоеточие. Например, вот так. Давайте я напишу пример. Game. Workspace. У нас там есть дневник. И давайте, например, вот Touched. Например, кто-то к нему прикоснулся. И мы сюда можем с помощью Connect функцию присоединять. Видите, здесь пишем уже Function и так далее. А здесь все по-другому. Дело в том, что у удаленных функций, у Remote Functions, у них механизм по-другому называется. Называется Callback. Callback Function. Callback, если перевести на русский, это значит перезвони. Например, ты звонишь другу и быстро ему говоришь перезвони мне и бросаешь трубку. И он тебе перезванивает. Вот примерно то же самое здесь. Здесь приходит сигнал. Ну, как бы запускают. Английское слово Invoke. Это значит призывают. Призывают, когда нашу удаленную функцию из локального скрипта, то срабатывает Callback. Этот Callback, он может быть единственной функцией. Тоже в чем отличие. Помните, когда я писал про события и Connect, мы можем на одно событие хоть 200 функций навесить из разных-разных скриптов. А здесь мы удаленную функцию можем только одну функцию привесить. Ну, не привесить, мы ее присваиваем. Получается, когда приходит сообщение о том, что призвали нашу функцию из клиента, то вот буквально вот так вот вызывается. Ну, как будто бы. Вот скобка-скобка. И первым параметром мы передаем текущего игрока. Player. Так что для нас Roblox сам находит этого игрока из локального скрипта, чьего мы вызвали. Мы призвали эту функцию. Итак, поэтому в этой функции мы всегда должны первым аргументом, первый параметр у нас всегда Player. А остальные аргументы можно у функции добавлять сколько угодно. Можно убрать. Ну, пусть у нас будет пока вот два аргумента. И давайте попробуем вообще, все это работает или нет. Я должен сейчас нажать кнопку на учительском. Вот здесь поставить оценку. Щелк. Так, ничего не произошло. Да, потому что я настроил сейчас серверную часть. Серверный скрипт. Вот он у меня. Который лежит в Service Script Service. А нашему учителю локальный скрипт я не настроил. Помните, где у нас учительское менюшка, учительские кнопки. Так, ScreenGui это Васина была. Вот учительская. И вот я скрипт вижу. Ага, тоже закомментировал я, видимо. Здесь примерно так же. Любую переменную, любое имя, можно хоть R назвать, получаем в нее ссылку на ту же самую Remote Function, которая лежит в том же самом месте, в Replicated Storage. Но здесь по-другому настраиваем. Здесь уже мы не то что встраиваем, мы ее не надо настраивать, ее мы вызываем. На клик мышки по вот этой кнопке, вот эти кнопки у нас во FrameButton, вот написано FrameButton, MouseButton, OneClick, это значит по левому клику, присоединяем на это событие, вызов вот этой функции. А в этой функции одна строчка. Вот у нас, помните, наша удаленная функция, и я вызываю ее метод такой. InvokeServer, это значит призвать сервер. Сервер, я тебя призываю, с клиентского, со своего компьютера. И передаю, о чудо, мы ему не передаем никакого игрока, мы ему сразу передаем какую-то информацию. Давайте посмотрим на сервере. Нам о первом идет игрок, так что за нас Roblox, вот сюда в начало, вставляет, передает текущего игрока. Мы этого не видим, но для нас это делают, для удобства, чтобы нам не писать, ну, знаете, вы всегда, Марокко найти этого игрока, текущего, ну, для локального скрипта, допустим, это не Марокко, в любом случае, помните, что первым сюда все равно передается, первым аргументом в этот параметр, плеер передается игрок. А вот эта штука, это текст, текст вот отсюда, текст бокс, здесь то, что мы набрали, то и передастся на сервер. Давайте запустим, никаких сейчас я не вижу двоек, что мы меняем, просто должно вот в output, вот здесь, напечататься строчка, что функцию призвал кто-то. Давайте щелкаем, о, меня вызывает клиент Roblox, а, LP Roblox, ну, это мое имя в Roblox, да, если бы здесь зашел учитель, то его имя было бы. Давайте чего-нибудь сюда в текст напишем. Так, кликаем. Итак, первый аргумент у нас нам передали игрока нашего, и, ну, не первый аргумент, а вот, извините, вот здесь в плеер мы видим, что передали нашего игрока, а в аргумент 1, arg, вот, передали то, что я там написал. Окей, нам нужно теперь, ну, пусть эта строчка остается, и давайте я сюда добавлю теперь, а, сюда ничего не надо добавлять, мы здесь передаем на сервер, все, локальный скрипт готов. Давайте теперь на сервере, а, это серверный, извините, да, серверный готов, локальный мы не трогаем. Так, давайте вспомним, где лежит наш дневник, game, workspace, кстати, помните, что можно писать сразу workspace, только с маленькой буквы, либо game workspace большой, либо workspace маленький. Находим наш дневник, у него там есть value, и в value, value тоже, и мы должны в него занести, что мы заносим arg1, который к нам пришел. Здесь, на самом деле, в хорошей игре, мы перед тем, как занести, мы проверим, а число ли это, а число ли от 1 до 5, потому что оценка, ну, в России, по крайней мере, от 1 до 5. Так, ну, давайте запустим, теперь посмотрим. Так как я не проверяю то, что передаю, а, как бы, вот у этого value, вот в дневнике, в нем могут храниться, так как тип у него, у этой ячеечки, int value, только целые числа. Так что, если я передам, например, сюда 0.1, и отправить оценку, вот он пришел, а там ничего не изменилось. Так, потому что невозможно в int value присвоить, что-то такое. Давайте пятерку присвоим и отправим. Все, пятерка сразу появилась. Видите, сработала. Это у нас, как бы, админская панель для учителя. Так, ну, все так же работает, что с сервера, на серверном скрипте, это же локальный скрипт у нас, ScreenWay, да, нашего учителя, серверный. Так, еще раз отправляем с локального, заменил на пятерку, все отлично. Так, ну, а Васина ничего не работает. Итак, давайте предположим, что Вася зашел в игру, получил доступ, нашел, где этот учительский скрипт. Давайте мы его скопируем. И сейчас мы его в Васе заменим. Так, это я просто закомментирую, чтобы вы потом могли открыть Place и посмотреть, а что же там было. Так, ну, здесь написано игрока, ну, игрока Васи. Черепашкина. Игрока Васи. Окей, здесь все ждем, ждем. И как будто бы точно так же передаем текст. Если у нас кнопка называется Button у игрока, да, точно так же Button. И TextBox называется тоже TextBox. А внутри TextBox лежит уже сам текст, который ввели. Ну, это вы тоже можете посмотреть в свойствах. Как вообще узнать, как работает та или иная деталь? Кликаем. При запущенной игре смотрим свойства Properties. И вот можно смотреть, что там происходит и так далее. Ну, в любом случае, смотрите мои уроки про ScreenWay. Я там много рассказываю. Но про ввод текста я, по-моему, первый раз сейчас говорю. Итак, давайте запустим и посмотрим, удалось ли Васе счетерить. Может ли Вася Черепашкин себе ставить пятерку? Давайте, что пятерку? Он же умный мальчик. Давайте поставим сразу шестерку. Вот ему. Так, что-то у меня оценка не работает, Васина. Что я сломал? Ага, работает уже. Так, шестерку? Окей. Стойка. Шестерка. Классно. Вася доволен. Родители ему за это дают, допустим, деньги. Но учителям это все не нравится. Что делает учитель? Учитель, например, решает паролем защитить и не говорить этот пароль Васе. Но вы, наверное, уже сразу можете представить. Так, давайте пароль. Так. Пароль. Здесь все очень просто. Мы находимся сейчас в скрипте учителя. И у него там есть такое поле, которое мы не использовали. Я назвал его пасворд. Это точно такой же текстбокс. Так что мы добавляем условия. И вот эта вот штука. Только здесь мы не оценку будем проверять, а уже пароль. Вместо текстбокс пишем пасворд. Как вы поняли, два текстбокса. Вот для оценки он просто текстбокс называется, а для пароля он называется пасворд. Поэтому вот так. Ну какой у нас пароль будет? Ну конечно же пепи. Так. Если у вашего учителя пароль на компьютере не пепи, то меняйте вашего учителя. Так. А мне нужно будет сменить мой пароль. Так. Давайте попробуем. Так. поставить оценку например 5. Не сработало. Давайте пароль введем. Пепи. Поставить оценку Васи 5. Пятерка сработала. Давайте здесь поставим уже ну Вася же у нас растет интеллект у него. Семерку. Семерка пришла. Как же так? Мы же пароль сделали нашему учителю. А наш Вася, он даже не менял скрипт и все равно себе подделал оценку. Так. И вот смотрим на Васин. Видите, одна строчка. Просто призывает сервер. Обращается к удаленной функции с таким именем. и просто шлет оценку. А у нашего учителя проверка здесь стоит. Пепи, не пепи. Так. Что же делать? А давайте сделаем так. Причем, вы понимаете, что наш Вася может опять скопировать скрипт учительский. Вот этот. И подсмотреть вот эти строчки, узнать его пароль. Допустим. И опять сможет скопировать это все себе. и в любом случае все это будет работать. Как правильно делать? Этот пароль во-первых, живьем никогда не показывать в локальных скриптах, потому что их можно подсмотреть. и давайте мы будем его вторым параметром пересылать. Пересылаем вот так. Так что мы вызываем invoke сервер, обращаемся к нашей удаленной функции. Так, где у нас скрипт на компьютере? На сервере, точнее. Так, а здесь мы уже условия сделаем. Здесь мы поставим условия. И здесь оно срабатывает только если пароль совпадает. Здесь пароль мы можем спокойно писать. Но знаете, на самом деле я потом в каких-то уроках расскажу вам, как можно спрятать пароли или какие-то вещи даже от тех ребят, с которыми вы в одной команде делаете игру. Иногда это обосновано. Но пока вы не сделали хорошей большой игры, вам ничего это не обосновано. Вас это не касается. Но как только речь будет о деньгах, люди будут с командой в команду переходить. Это может боком вам выйти. Если вы все отдаете незнакомым людям. Так, итак, первым аргументом функцию будет передана в этот remote function оценка, которую мы ставим. А во вторую мы передаем наш пароль. И вот этот второй мы как раз сравниваем с паролем PIP. Если все нормально, то меняем. здесь можно еще условия изменить. Если, например, какая-нибудь ошибка, включить сирену, чтобы все заморгало. Уж я на это не буду отвлекаться. Наверное, вы и сами можете сделать. Так, и посмотрим. У учителя скрипт стал почти как у нашего Васи. Однострочный. Ну, давайте попробуем. Во-первых, давайте сразу Вася у нас думает, что он еще 8 часов поиграл, еще помнил. Давайте ему уже восьмерку поставим. Клик. Ничего Васе не пришло. И, кстати, видите, это у меня отладочная так-так-так, где вот он? Вот он. Отладочная печать, принт. Я здесь печатаю, но чтобы легче находить ошибки. На самом деле, в игре, которую вы уже доделали, все эти принты нужно убрать. Они замедляют работу. И он у меня печатает сначала имя игрока, потом аргумент 1 и аргумент 2. Я вижу, что второго аргумента, арг-2 точнее, его нет. В луа, когда чего-то нет, это нил. Ничего. Так. Вася еще раз идет в учительский скрипт. Так-так-так, вот он, учительский скрипт, вот он, учительский. И пытается скопировать, и он видит, что здесь еще какое-то поле. Ладно, Вася это еще одно поле может себе скопировать. Но у него нет этого поля. Вот здесь пароля. Ну, нужно будет добавить пароль. Допустим, Вася его добавит, но он пароль это не знает, и он теперь его не может подсмотреть. Так, подождите, мы не проверили нашему ученику. Давайте мы нашему Васе все-таки колл поставим. Он, конечно, умный мальчик, но не в той области. Все, колл пришел. Отлично. Итак, на этом занятии мы научились простейшей связи локальных скриптов и скриптов на сервере, и как защитить передачу данных от перехвата. Вместо паролей, которые введены руками, можно использовать еще некоторые хитрые моменты, про которые я буду рассказывать в серии уроков про DataStore. Так, на этом, наверное, все. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь. А, во, ребята, хорошо, что я записи сделал. Я еще одну вещь вам забыл сказать. Функция есть еще такая штука. Я про нее, по-моему, рассказывал. Посмотрите уроки. Remote Event. Remote Event и Remote Function это близнецы-братья. Так, но все дело в том, что чем функция? Функция, она может возвращать какое-то значение. Давайте, например, вернем. Здесь будем возвращать значение True. и давайте лучше текстом. Итак, если правильный пароль, то мы, конечно, этот пароль не печатаем, а мы просто возвращаем текст назад. и этот текст передается в любое значение или несколько значений, которые мы возвращаем, они вернутся в наш локальный скрипт, где мы призывали эту функцию. Сейчас я это покажу. Давайте я только еще и иначе поставлю. Сюда как раз можно поставить сигнализацию, что нас взламывает Вася. Я специально с ошибками пишу. Спасибо. Вася. Взламывают. Так. Ну и давайте теперь так. Ну это возвращается. Видите, нигде не печатается. Если я сейчас запущу нашу нашу тестовую игру, опять поставлю колл нашему Васеньке. Так. Сюда колл. Здесь PEPI напишем. PEPI. Так. Все нормально выбрало и мы ничего на экране не видим ни хорошего. Но мы должны обратную связь. Мы можем ее здесь получить. Так. Вот. Скрипт учителя. И давайте сделаем вот так. Рез от слова результат, например. Мы получили результат переменную локальную рез и давайте напечатаем print. Посмотрите, здесь зеленый цвет. Это означает, что печатал сервер. Если будет цвет голубой, то это означает, что печатал из локального скрипта печатали. Так. Быстрее вводим PEPI. Здесь вводим call. Поставить оценку. Во! Смотрите, что произошло. клиент вызвали. Так. Вот. Учителя. Мы в переменную заносим какое-то значение. Обращаемся к серверу. К удаленной функции с помощью invoke server. И тут как раз то, о чем я вам хотел рассказать. Тут наш скрипт зависает. Он останавливается и ждет. Может ждать секунд 8, например. Пока не придет ответ. Вот если у вас здесь много строчек принт и так далее. Эти строчки не выполняются. Они ждут пока сервер получит наш запрос с паролем с оценкой по аккаунтам ответит. Если очень большие серверы очень много людей там это может происходить ну допустим секунду он будет ждать. И приходит результат наконец. Только пришел результат. Все наш скрипт отмер. Это Yield это значит остановка останавливает наш скрипт. Итак пришел результат и скрипт опять начал работать. Идет на следующую строчку и печатает нам принт. Так как у нас все работает мгновенно мы про этот Yield можем и не заметить про остановку. Про эти Yield я буду отдельно про этот режим про то как себя защитить про то как правильно всем пользоваться это будет в следующих уроках для простейших каких-то случаев вы теперь можете всем этим пользоваться. Кстати есть у нас документация я сейчас листну сразу конец так события нам не интересует события нас не интересует вот мы использовали он сервер invoke чтобы коллбэк функцию коллбэк запустить на сервере когда приходит вызов от клиента но мы можем сделать наоборот мы можем на нашем клиенте в локальном скрипте onclient invoke мы можем такую штуку запустить и сервер наш может точно также через удаленную функцию обращаться к клиенту например нужно чтобы игрок сменил лицо на грустное или игрок чтобы сплясал какой-нибудь танец не сам игрок это запускает а сервер по каким-то условиям так что мы все это перевернем и сделаем назад но про это я отдельный урок сделаю он будет конечно короче чем этот потому что здесь мы вообще хитро защищались от всяких хакеров на этом наверное и все задавайте вопросы я может быть что-то непонятно рассказал я в комментариях вам расскажу и в следующей серии уроков если я что-то непонятно сказал я тоже вам поясню а плейс этот можете скачать по описанию видео итак подписываемся колокольчик конечно же ставим лайки обязательно комментарии спрашиваем подписываемся на группу вконтакте можно там рекламировать свои плейсы игры бесплатно если будет не по теме какие-то посты то я буду просто блокировать без разбора во вконтакте так ну и донатики конечно шлите потому что нужно как-то меня мотивировать всем спасибо за донаты следующие темы будут про дата стор подпишем